доброго времени суток зрительным сущенным гостям нашего канала с вами россии вы на канале роли game онлайн рубрика геймплей летсплей ребятки сегодня мы с вами рассмотрим игру под названием железнодорожная империя если кто-то лазил на канале и возможно видел видео из рубрики ностальжи вы могли встречаться с игрой который я возревал под названием железнодорожный магнат 3 в принципе тот же смысл но в обложке 2018 года игры немножко другая графика но смысл тот же мы строим свою железнодорожную империю пролаживаем железнодорожные пути к другим городам соединяем разные области возим груз и конечно же обогащаем себя давайте попробуем сыграть с вами наверно в режиме песочницы выберем запад север северо-запад юго-восток давайте на юге выбираем как я понимаю начала каком году мы начнем давайте в 1850 я в эту игру буквально начал старт компании для того чтобы пройти обучение на игру я нарвался совершенно случайно я нашел я в своем любимом магазине на торренте и ну не мог я просто пройти рядом потому что я вообще фанат ртс и тем более когда она связана с железной дорогой я просто обязан был так давайте прочитаем что он здесь рассказывается на счет юг центральной области находится множество плоскогорий на благодаря просторам перерий и редким уклонам это местность идеально подходит для развития железнодорожной сети но при этом на севере-западе располагаются подножье скалистых гор здесь река рио гранда протекает на юг через восхитительное ущелье где она образует границу между мексикой и сша после чего впадает мексиканский залив супер-пупер начинаем так начальный капитал не выставляется почему-то наверно его нету город и спустите что тут у нас есть хьюстон давайте хьюстон у нас проблемы реалистичный простой в общем немножко забегу наперед если мы играем в реалистичную то нам нужно ставить железнодорожные стрелки которые будут переводить путя для того чтобы поезда могли разминаться с друг другом в простом режиме поезд может проходить как в аркадном режиме рубля простой аркадный могут проезжать друг через друга давайте простой режим паузы вручную продолжить генерал гангстер промышленник инженер леди мошенница конечно если хочешь вы так дом лоренцо вырос в нью-йорке среди иммигрантов и с раннего возраста привык всего добиваться силы он считает что только слабаки пытаются поступать справедливо и с ними не стоит иметь дел его главный метод устрашение если вы окажетесь на его пути то вас ждут неприятные последствия так получает в два раза больше предложений от работников из преступной среды где стоимость найма на 30 процентов ниже хорошо пускай нас будет звать не дом лоренцо конечно же дон росси как называется ваша компания не будь случая все закрою рот свой король железнодороги пускай загрузочка видите такие тут молодые веселые усатые парни строить железную дорогу собственно карта режиме вы можете испробовать все у вас бесконечный запас денег нет конкурентов и нет заданий для выполнения он совсем грустно наверное нужно было все таки начать чтобы было немножко интереснее но это ж не полноценный летсплей который я буду проходить из дня в день поэтому мы с вами просто ознакомимся вообще с самой игрой управление в принципе понятно в сдапере переключаться по карте мышкой но ты так ясно значит менюшки у нас список поездов приток товаров информация как я понимаю персонал депо кон инструкции компания так ладно давайте перейдем к делу значит у нас есть хьюстон рядом есть постин я считаю что первым делом нам нужно проложить дорогу между хьюстоном и остином для этого мы выберем постройку зданий маленькая станция станция большая станция в принципе как я понимаю чем смысл чем больше станция тем больше она охватывает как вы видите территории вокруг себя и соответственно соединяет находящиеся города или предприятия в вашу сеть железной дороги и опять же обратите внимание видите здесь уже по умолчанию два путя это конечно хорошо когда мы играем в реалистичный режим но у нас всего нету денег давайте это по-крупному их транжирить как зажимаем shift и крутим об значит у нас будет такая крутая станция в хьюстоне я думаю для остина для или как он там называется для этой деревушке подойдет и обычная станция немножко подправим и тоже 2 2 путей на об все есть теперь нам эту штуку нужно соединить соответственно путями выбираем строительство путей убираем вот этот путь примеру нажимаем левую кнопку и тянем 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 отсюда так сколько у нас будет земельной работы тоннели мосты параллельные пути хорошо я согласен свершилось мы соединили город остин с хьюстона для обслуживания наших поездов конечно же нам нужно построить станции обслуживания вот станция обслуживания у нас обеспечивать наши поезда песком углем и водой все что нужно для движения нашего состава я вам сейчас покажу как я научился по-модному видите вот это можно делать движение путей если бы у нас был опять же другой режим то есть мы делаем так ведем 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 так вот примеру и потом соединяем вот то есть если нам мы сталкивались без проблем и что нашим поездам нужно было разминуться здесь ставится стрелки сейчас я опять же покажу чтобы понимали чем вообще идет речь если здесь это можно делать нет наверное здесь это делать нельзя потому что к сожалению не тот режим в общем ставится стрелка здесь к примеру и ставится стрелка здесь если едет поезд отсюда он ему надо пропустить поезд которого здесь стрелка ему запрещает проезд то есть он заезжает останавливается на этом пути и соответственно по сопутному пути пропускает состав в общем очень тесно если с этим разбираться и я боюсь представить какие можно выстраивать комбинации в 4 колеи в 5 в 6 и так далее но опять же у нас есть такой режим какой есть вот этот мост мы потратили 4000 то есть нам дорога обошлась в 60 и вот на этот маленький кусочек вы потратили 4000 хорошо что не бесконечные деньги так давайте же теперь сделаем построим здание предприятия городские здания достопримечательности университет и склады ладно закрыть поехали новый поезд так добавить локомотив у нас есть декапот какие-то непонятные филадельфия самый первый как я понимаю самый крутой нас декапот также в этой игре есть такое понятие как исследование мы можем исследовать типа новые локомотивы сейчас сейчас где-то я находил эту компанию эта информация нашей компании сколько у нас тут всего наших данных поездов объем перевозок так далее банковские операции здесь сырье рынок акций можно выпускать действующие облигации в конце концов сделать себя банкротом вот у нас есть депо который мы можем посмотреть тепловоз как бы точнее паровоз в разных даже он видите там валера и анатолий сидят которые будут управлять нашим тепловозом здесь мы можем посмотреть в общем его характеристики даже можем поменять камеру можно даже посвятить свисток супер у этого видите у него более нежный какой-то пестрый то есть у каждого вот это мне нравится мы его выбирать не будем давайте выберем самый крутой так самый крутой заменить хочу хорошо я хочу его купить я хочу его купить все по идее я его купил теперь нам нужно настроить путь то есть нам нужно выбрать откуда у этот хлопец будет стартовать значит он путь 4 а ведь тут даже четыре пути выбираем путь один конечно же из хьюстона будет уехать будет он учатся у нас вот путь один вот сюда костина так хорошо теперь мы сохранить и выйти у нас загружается пивком фьюстоне то есть это у нас отображается какой товаром производит вон он помчал давайте за ним проследим прокатиться в железнодорожном магнате такого не было поэтому смотрите это же круто мы можем даже ехать и делать вот так вы наверно мы наверно просто сейчас офигели дат этой возможности в общем это реально круто это реально круто и блин все кто мечтали быть машинистами паровоза или тепловоза ребята у вас есть вот реальная возможность причем ничего не нужно делать он сам себе едет вы только можете менять камеру и по вот так вообще такой вид от первого лица вот так вот и вот так вот можем надо смотреть сколько вам пиво везет можем пропопакать опять же заезжаем на станцию даем удоб что мы приближаемся возможно конечно опять же можно сделать разные комбинации так далее но ребят я считаю что для первого летсплея точнее для ознакомительного летсплея по этой игре этого вполне хватит то есть видите мы привезли им цивилизацию у них еще до сих пор уже в повозке ездит о 16000 нам наш поезд привез сейчас он забивается мясом и отправляется в хьюстон на станции учредитель дом росси да это приятно видеть у каждого города есть какие-то конкретные этом с ним предприятия у каждого города есть товар который он потребляет который мы очень нужен то есть в данном случае ему нужна почта и пассажиры срочные грузы так недельный спрос на вагоны 49 и запрещено спроса здесь даже можно более подробнее посмотреть недельный спрос вот у них идет спрос если быть точным я немножко ошибся у них идет спрос на коров на скот почему нужен скот потому что они соответственно производят мясо это у нас акции в городе недельный спрос все города предприятия то есть можно здесь разжиться если возить к примеру конкретно рогатый скот вы видите здесь город постепенно может увеличиваться улучшаться улучшается благодаря нашим перевозкам нужным для города то есть он может качаться в плане набора жителей то есть это такой своеобразный уровень и видите сколько здесь есть и мебель керамика инструменты бумага то есть очень много разном разнообразных товаров которые можно перевозить также мы можем за свои деньги в каком-то небольшом городишке к примеру строить свои какие-то предприятия примеру мясокомбинат пивоварня лесопилка то есть мы можем город развивать попутно помогать если есть какой-то товар который примеру нету в хьюстоне мы можем на вот этой ферме это мясокомбинате точнее это кук хозяйства частное владение не рогатым скотом занимается то есть мы в принципе можем сюда кинуть небольшую станцию припитать и так нашей железной дороге и соответственно возить на осте напрямую с мясокомбината то есть там не разводит разгад и скот или же можем это запитать через хьюстон завозить это в хьюстон хьюстоне перегружаться то есть можем делать очень много всяких вариантов но это конечно если мы в эту игру играли но мы в играть не будем а просто с ней ознакомимся в любом случае спасибо вам за просмотр спасибо что подписчики постепенно но добавляются несмотря на то что видео уже давно не выходили пишите обязательно комментарии обязательно всем стараюсь отвечать спасибо что вы с нами и до скорых встреч с вами был россии и вы были на канале роли game онлайн всем пока